Всем привет! Вещают Могилевские хроники. Сегодняшний наш выпуск будет посвящен необычному, но крайне интересному городу, где происходили важные социально-политические процессы. В 19 веке край стал значимой кузницей кадров Российской империи, а во времена Великой Отечественной войны стал местом сплочения Советско-Польского Содружества в борьбе против нацистских оккупантов. Горки впервые упоминаются в документах литовской метрики в 1544 году. Устав о вольностях, полученный в 1916 году, предоставил городу независимость от местных феодалов. Известен он был и как ремесленный центр, в котором существовало свыше 20 профессий. Вероятнее всего, местечко получило свое название из-за географического расположения на пяти возвышенностях. Во время Северной войны России со Швецией в 1708 году в горках останавливался Петр I. Холм, где когда-то располагались русские войска, теперь именуется Петровой горкой. С переходом под власть России в 1772 году горецкая земля оказалась поделенной между четырьмя уездами новообразованного могилевского местничества Российской империи – Аршанским, Чаусским, Мстиславским и Копыским. Новой вехой истории горецкой земли стало открытие в 1840 году горы горецкой земледельческой школы, высший разряд которой впоследствии преобразовали в земледельческий институт – первое в России высшее сельскохозяйственное учебное заведение. К 1861 году горки стали центром уезда, в утвержденном то время положении о его гербе говорилось. Изобразить всем гербе, как главную эмблему города горки – три горы, средняя выше других, и чтобы указать на занятия земледелием жителей города, вырастающей из гор Колосья. Учебное заведение стало местом свободомыслия в студенческих кругах. Идея освобождения от влияния Российской империи в буквальном смысле охватили умы молодежи. В апреле 1863 года горки присоединились к вспыхнувшему восстанию Калиновского. Руководителем восстания в горках стал штабс-капитан русской императорской армии Людвиг Сдеждовский. К восставшим захватившим власть примкнула часть студентов – городских жителей и крестьян. Отряд двинулся к Ричеву, однако вскоре в районе пропойска повстанцев окружили и разбили царские войска. За участие в восстании многих студентов и преподавателей приговорили к каторжным работам и сослали в Сибирь, а земледельческий институт закрыли. Сам город территориально успел побывать сразу в нескольких административных единицах. В 1919 году уезд отошел в Гомельскую губернию, в 1922 уже в составе Смоленской губернии, а с 1924 входил в состав Аршанского округа. В довоенные годы значительно изменился облик районного центра, были возведены новые предприятия, линозавод, кирпичные и консервные заводы. В апреле 1919 года восстановлен Горецкий сельскохозяйственный институт, преобразованный в 1925 год в Белорусскую сельскохозяйственную академию. В начале июля 1941 года фашисты захватили город, установив в нем кровавый террор. Уже в декабре в Горках была воссоздана подпольная партийная организация. В октябре 1943 года в результате Смоленской операции была освобождена часть района. До июня 1944 года передняя линия обороны проходила по территории района. 12 октября 1943 года под Ленино в составе 33 армии Западного фронта вместе с воинами Красной армии впервые вступила в бой против немецко-фашистских захватчиков 1-я польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. Нельзя не отметить героизм польских солдат, сразавшихся за освобождение от нацистской оккупации. Тургневные операции, ценой занятия важной стратегической точки отметки 215. 1-я польская дивизия потеряла 510 человек убитыми, более 1700 получили ранения и 653 человека пропали без вести. Ныне на высоте 215 возвышается музей советско-польского боевого содружества. Здание музея в форме каски железобетона и стекла алюминия, расположенная на этой высоте, в 1943 году было самое пекло боя. Перед входом музей высится монумент символизирующий советско-польское боевое содружество. В настоящее время на территории Горецкого района имеется 71 материально недвижимая историко-культурная ценность, внесенная в государственный список историко-культурной ценности Республики Беларусь. Это 52 памятника археологии, 5 архитектуры, 13 историй и 1 искусство. Комплекс сельскохозяйственной академии имеет вторую категорию историко-культурной ценности республиканского значения. Остальные объекты являются историко-культурными ценностями регионального значения. Сегодня здесь можно столкнуться не только со старинными памятниками архитектуры разных веков, которая пристально охраняется государством, но и с новыми улицами и проспектами, индивидуальными зданиями, настоящими шедеврами современной архитектуры, характеризующим нынешние горки.